Привет! Это вторая часть о том, как зарабатывать на криптовалюте для новичков. В первой части мы разбирали, как зарабатывать на трейдинге, на инвестировании, как регистрироваться на Binance, выбирать монеты, самые основы. В этом видео мы поговорим про пассивный доход, про такую вещь, как стейкинг. Если ты еще не смотрел первое видео, то обязательно перейди и посмотри. А если ты уже в курсе того, в принципе, как регистрироваться на Binance, у тебя, возможно, уже есть аккаунт, и ты хочешь узнать, как получать пассивный доход на крипте, то ты попал на нужное видео. В этом видео нет воды, поэтому мы уже сразу же находимся на Binance, и я буду рассказывать, как заработать на стейкинге и на фарминге ликвидности. И для этого нам нужно понять, что такое пулы ликвидности. Вот здесь на Binance у нас представлены пулы ликвидности. Зайти сюда можно следующим образом. Нажимаем Earn, и здесь Liquid Farming или фарминг доходности, здесь будет написано по-русски. А давай, кстати, переключимся на русский язык. Русский. Отлично. Здесь мы видим список пулов ликвидности. Если мы сюда вложимся, то мы получим какую-то доходность годовых. Вот здесь она отображается. И вроде бы доходность хорошая, что-то сюда нужно вложить, пока еще непонятно, что. Сейчас все это разберем. Но ты должен понимать, что доходность, которая тут написана, это доходность, которая была в прошлом. Не факт, что она будет в будущем такая же. Что это за пулы, что за монеты нужно покупать, и почему нам вообще платят деньги? Давай разбирать. Если говорить понятным языком, то пул ликвидности – это такой обменник, который нам платит деньги за то, что мы предоставляем свои средства этому обменнику. Как происходит на практике? Переходим в раздел «Обмен». И вот здесь, например, на Binance вот такая есть штука, где человек может зайти. Он не будет покупать на споте что-то вот сложное вот это сюда. Он сюда перешел и хочет обменять, например, USDT на ETH, на Ethereum. То есть он хочет обменять свои доллары на Ethereum. Он здесь может написать, что у меня есть на просто 1000 долларов, я хочу их обменять на Ethereum. Вот столько Ethereum он получит. Здесь рассчитывается комиссия, нажимает на кнопку «Обмен», и после этого его 1000 долларов превращаются в 0,3 Ethereum. Так вот, суть в том, что вот эти деньги, Ethereum, которые ему даются, берутся из пула ликвидности. А в этом пуле ликвидности участвует множество людей, которые вкинули туда свои деньги. И комиссия, которую он заплатит за вот этот обмен, получат все эти люди, в зависимости от того, сколько Ethereum они вложили в этот пул ликвидности. Если, например, человек захочет Ethereum обратно обменять на доллары на USDT, то эти доллары, которые даются человеку, опять же берутся из пула ликвидности. А Ethereum кладутся туда-назад. И опять комиссия распределяется между всеми людьми, которые вложились в этот пул в зависимости от того, сколько денег они туда вложили. То есть как это устроено? Вы приходите на Binance и говорите, я хочу вот здесь участвовать, я хочу получать комиссию со всех обменов, которые люди совершают на Binance, представьте, по всему миру, со всех обменов, которые они совершают с Ethereum и USDT. Тогда, если вы хотите участвовать в этом пуле, вы должны предоставить равное количество Ethereum и равное количество долларов. Чтобы, когда человек обменивает Ethereum на доллар, доллары из пула забирались, а Ethereum туда клались. Потом другой человек обменивает доллар на Ethereum и все происходит наоборот. Вы предоставляете вот эту ликвидность, поэтому вы должны в равном количестве предоставить и долларов, и эфириумов. То есть вы предоставляете Binance 100 долларов и эфириумов на сумму 100 долларов. В долларом эквиваленте эти активы должны быть одинаковыми. 100 долларов вы предоставляете и 0,03 эфириума для того, чтобы войти в этот пул. То есть у вас равное количество эфириума, равное количество доллар. Просто одинаково, да? Вы предоставляете в пул, все, больше от вас ничего не требуется. Теперь вы будете получать процент с комиссии, которые платят люди, когда совершают вот такие вот обмены. Это все, ничего сложного, ничего сложного здесь больше нет. Так работают пулы ликвидности. Помимо комиссии, вам также начисляются еще дополнительные награды. Награды за то, что вы предоставляете ликвидность в этот пул. Binance, чтобы вас поддержать, платит вам дополнительно еще денежку. А иногда вам платят не только Binance, а еще и владельцы монет. Об этом чуть позже. В общем, теперь переходим в раздел обзор. И здесь нам уже все становится понятно. Вот, например, пул с двумя монетками. Мы MBOX и USDT. Это проект MOBOX и USDT. То есть нам нужно сюда вложить равное количество MBOX и равное количество USDT. И теперь, я думаю, вы уже понимаете зачем. Потому что, когда люди будут совершать обмены, мы будем получать комиссию. И вот здесь, как видишь, еще написаны монеты вознаграждения BNB. Эти монеты будут начисляться нам за то, что мы просто вложились в этот пул ликвидности. Для того, чтобы вложиться в этот пул ликвидности, просто нажимаем кнопку добавить. И здесь нам необходимо добавить USDT плюс MBOX. Нажимаем максимум. У нас, например, не хватает MBOX. Поэтому мы можем добавить просто USDT. Они у нас автоматически в нужном количестве конвертируются в MBOX. Например, 100 долларов у нас есть. Я сюда ввожу. 50%, то есть 50 долларов, у нас вложатся в USDT. А другие 50 долларов у нас конвертируются в монетки MBOX. Соответственно, чтобы у нас было равное количество и того, и другого. Естественно, за конвертацию вот этих 50% MBOX мы тоже заплатим комиссию. Но она будет один раз, а потом мы будем получать уже комиссии со всего этого пула. Нажимаем «Я прочитал и понимаю условия» и «Добавить ликвидность». Переходим в обзор. Здесь можно нажать «Посмотреть мою долю», «Показать мою долю». И здесь смотрим уже прибыль, которую мы получаем. У меня есть отдельное видео на канале про пулы ликвидности на Binance. Там я показываю свои доходы на этих пулах ликвидности. Можешь посмотреть. Но, в принципе, механизм, я думаю, понятен. Я тебе объяснил, как это все работает. Так вот, таких пулов ликвидности, помимо Binance, есть еще огромное количество. И на разных сетях есть разные пулы. Есть разные сети. Биткоин, сеть Эфириум, сеть Binance Smart Chain, сеть от Binance. Есть сеть Solana, Solanium. Нет, сеть Solana называется. Solanium – это IDO-площадка. Это как разные операторы. То есть есть Megafon, Beeline, Tele2 и прочее. Также вот есть здесь разные криптовалюты. У них есть свои сети. И внутри этих сетей есть свои целые экосистемы, свои целые сайты, которые работают именно на этой сети. Так вот, на сети Binance, помимо самого Binance, работает также пул ликвидности, который называется PancakeSwap. Вот так он выглядит. Я думаю, может, ты уже слышал про этот сервис. И здесь ты можешь точно так же предоставлять ликвидность. Здесь тебе понадобится кошелек MetaMask. Этот кошелек нужен для того, чтобы ты мог там хранить свою криптовалюту. Также ты ее хранишь на Binance, также ты можешь ее хранить на MetaMask. У меня есть видео на канале о том, как зарегистрировать этот кошелек. Чтобы не удлинять это видео, посмотри его. Ссылочка будет в описании. Вот ты уже зарегистрировал свой MetaMask кошелек. Здесь ты нажимаешь Connect Wallet, набираешь MetaMask и у тебя приконнекчивает свой кошелек сюда. Переходишь в раздел Earn, Farm и здесь то же самое, как и на Binance. Точно такие же пулы ликвидности. Открываешь их. Давай я покажу на примере другой сети. Есть также сеть Solana. И у них тоже есть вот такой сайт, на котором есть свои пулы ликвидности. Для этого тебе нужно зарегистрировать кошелек Phantom. Тоже есть видео на канале о том, как зарегистрировать кошелек Phantom. Не волнуйся, что так много надо всего регистрировать, какие-то кошельки. Это основные кошельки. MetaMask и Phantom. Это два кошелька, которые у тебя должны быть, они тебе по-любому пригодятся. На этот кошелек ты можешь отправить деньги точно так же, как ты отправишь их на MetaMask. С Binance прямо можешь отправить сюда деньги. Здесь нативный токен. Токен, в котором ты платишь комиссии, это Solana. Поэтому можешь отправить сюда Solana. Либо USDC. Этот токен тоже привязан к доллару. Копируешь вот этот номер кошелька и вставляешь его на Binance. Ты можешь вывести по сети Solana. Также любую монету сюда. И здесь уже тоже есть вот эти пулы ликвидности. Вот здесь есть раздел ликвидность, где можно добавить ликвидность. Но лучше всего это видно в разделе Pools. Вот здесь то же самое. Список вот этих пулов, где есть две монетки. При обмене одной монетки на вторую или наоборот, тебе будет платиться комиссия с этого пула. И здесь написано APR, комиссия, точнее доход годовых. Здесь можно найти какую-то монетку и сюда уже вложиться, добавить ликвидность. Что важно помнить. Чем больше обменивают какие-то монеты одну на другую, тем больше ты получишь комиссии с этого. Но также не забывай, что когда ты покупаешь какие-то монеты, ты держишь, например, Sol и USDC. Ты держишь и в Solana, и в USDC. USDC не упадет в цене, потому что он привязан к доллару. Здесь ты ничего не потеряешь, но вот твоя часть, которая хранится в Solana, она может просесть. Потому что сама Solana может подешеветь. Он также может и подорожать. За счет этого ты, конечно, рискуешь. Поэтому внимательно выбирай те пары, в которые ты вкладываешься. Здесь могут быть по доходности, если отсортировать. Посмотрите, тут вообще есть доходность очень большая. Но это монеты, которые завтра могут ничего не стоить. Но, конечно, большая доходность не признак того, что монета плохая. Приведу пример. На этом же Radium, где есть вот эти пулы ликвидности, где можно зарабатывать на стейкинге, здесь у них есть акселератор. Это IDO, площадка, где запускаются новые токены. Они отбирают эти проекты и здесь происходит пресейл проект. Как IPO, например, перед тем, как компания выйдет на биржу, когда компания выходит на биржу, она проводит IPO. Также здесь называется IDO. Компания собирает деньги, взамен на это дает свои токены, которые в будущем можно продать и заработать. Опять же, отдельное видео есть на канале о том, как участвовать в этих IDO проектов. Но даже можно, не участвуя в них, зарабатывать на это. Все эти IDO монетки, они тщательно отбираются. Radium это большая площадка, она не станет кого попало сюда брать. Поэтому все компании, которые вот здесь размещаются, они уже проверены самим Radium. И им доверия гораздо больше, чем просто каким-то непонятным проектам, которые появляются на рынке. Эти проекты новые, которые только-только запускаются. Соответственно, ты понимаешь, что если какая-то монета только появилась, то, скорее всего, ее много будут обменивать. До этого ее вообще нельзя было обменивать, а теперь можно, кто-то будет ее покупать, кто-то ее будет продавать. И, соответственно, вот в таких своплках, это называется, своп, то есть люди будут обменивать одну монету на другую. Вот здесь, например, PR ANA. Это такая монетка, которая здесь запускалась, PR ANA, полностью называется. Вот такой проект, в котором я, кстати, получил 25 токенов, но не суть. Даже если ты тут вообще бы не участвовал, ты все равно мог бы на этом заработать. После того, как эту монетку вот здесь распродали на IDO, люди ее, естественно, купили. И многие решили ее потом продать, чтобы получить свою прибыль. Так же, как и когда IPO происходит, акции выходят на рынок, люди получили свою прибыль и сразу же продают их. Кто-то захочет купить, кто не попал сюда в этот список для покупки этой монеты, кто-то захочет ее после этого купить. Соответственно, много будет запроса на торги с этой монетой. Она называется PR ANA. Мы просто копируем это название и вот здесь в поиске вставляем. Вот мы нашли, что есть такой пул ликвидности PR ANA к USDC. И вот здесь мы можем нажать Add Liquidity и добавить ликвидность в этот проект, в этот пул. Нам тоже нужно сюда занести PR ANA токены и USDC токены. Мы нажимаем Add Liquidity. Здесь нажимаем, например, Max или нажимаем 5 токенов PR ANA. У нас автоматически токены USDC вот здесь подтянутся. То есть, если я 113 долларов сюда закидываю, то еще мне 9 нужно токенов PR ANA сюда закинуть. Нажимаю Confirm, не спрашивать больше для этого пула и подтверждаем. У меня сейчас здесь недостаточный баланс. Что после этого происходит? Мы добавляем сюда ликвидность и нам будет начисляться процент. Вот давай посмотрим за последние 30 дней. В среднем было где-то 17% годовых. Это небольшой процент. Но самое главное вот в таких проектах, как Radium, например, или PancakeSwap, то, что на Binance работает, на Binance Smart Chain, то, что ту ликвидность, которую мы предоставили, мы можем еще дальше застейкать. Как это все происходит? Сейчас покажу. Когда мы стейкаем PR ANA и USDC, на примере этого буду объяснять, мы получаем в обмен контракт, на котором написано, что мы застейкали PR ANA и USDC. То есть, он говорит о том, что мы сюда вложили свои деньги, и когда мы его предъявим, нам должны их отдать назад. То есть, такой контракт, как расписка. То, что вы вложили сюда деньги, вот вам расписка, что вы сюда их вложили. Мы с этим контрактом можем пойти дальше, в раздел Farms, ферма. И здесь есть такой пул, который называется PR ANA и USDC. И мы можем этот контракт застейкать и еще сверху получать за это проценты. Зачем кому-то нужно платить проценты за то, что мы принесли ему контракт? И тут ответ проекту, которому это выгодно. То есть, разработчикам, владельцам этого токена, выгодно, чтобы мы добавляли ликвидность свою в пул PR ANA и USDC, для того, чтобы больше людей могло обмениваться, для того, чтобы ликвидность была для существования проекта. Правильно? Потому что человек захочет, например, обменять одну монету на другую, а денег не будет. Поэтому они поощряют нас за то, что мы вложили в их пул ликвидность. При том, что это не их пул, он у нас на резюме существует, и это хорошо. Так вот, мы сюда можем застейкать эти контракты. И вот я, например, 7 дней назад, по-моему, или 5 дней назад, да, по-моему, 5 дней назад я застейкал сюда свои контракты. На тот момент они стоили где-то 150 долларов. Сейчас мои застейканные контракты стоят уже 286 долларов. Почему они поднялись в два раза? Потому что сама монетка поднялась в два раза в цене, и даже, может, чуть больше. Ну, короче, сама монета выросла, и, соответственно, она же у меня тоже была тут застейкана вместе с USDC. Я получил доход от роста монеты. На это смотреть не будем. Это просто как бы выросла монета. Но, помимо этого, здесь начисляется 950% награды. Вот, то есть, можно посмотреть. От комиссии мы получаем 13% и 940%, вот здесь написано, мы получаем в токенах PREANA за то, что мы предоставляем сюда ликвидность. И вот моя награда за 5 дней 50 долларов. Когда я застейкал всего-то 150, то есть я получил 33% за 5 дней стейкинга. Здесь я нажимаю забрать награду. Я заберу 4 токена ANA, которые я могу прямо сейчас обвинять на 50 долларов. Нажимаю забрать. Вот здесь подтверждаю транзакцию. Подтвердить. Все, транзакция подтверждена. Теперь у меня на кошельке, вот перейду на кошелек свой Solana. У меня здесь почему-то не отображаются мои токены PREANA, но если нажму управление списком токенов, то здесь я вот вижу PREANA 4 токена у меня есть на кошельке. Окей, значит отобразятся. Дальше я их хочу, например, еще застейкать, чтобы еще на это получать доход. Потому что доходность здесь пока что хорошая. Пока доходность хорошая, да и стоимость монеты, в принципе, большая растет. Я ничем не рискую, в принципе, уже заработал несколько раз, еще сверху докину свои заработанные средства в этот пул. Перехожу в раздел Pools, PREANA и здесь нажимаю Add Liquidity. Добавить ликвидность. Нажимаю максимум. У меня это 4 монеты PREANA. Он мне говорит, что чтобы у вас были равные доли, нужно еще 48 USDC. То есть 48 долларов. Они у меня тоже есть. Вот у меня здесь 113 долларов. Так что 4 монетки плюс 48 долларов я вношу. Нажимаю. Так, все еще раз пересчиталось. Нажимаю Add Liquidity и подтверждаю транзакцию. Подтвердить. Отлично. Теперь я иду в раздел Farms, ферма. И здесь я могу нажать Stake. И так как мне дали вот эти расписки на то, что я вложил сюда свои PREANA и USDC, я эти расписки сюда закидываю. Вот как бы здесь 9,9 этих расписок на 97 долларов. Да, потому что у меня монеток было там на 48 долларов плюс еще столько же USDC. На 97 долларов они сейчас оцениваются. Нажимаю Stake LP и нажимаю подтвердить. Так, у меня стейкинг происходит. Все, отлично. Теперь у меня здесь увеличился депозит. 380 долларов. И мне сюда уже на эту сумму будут начисляться сверху награды и комиссии. То есть я еще больше буду зарабатывать. Я реинвестировал свой доход и на него еще сверху буду получать доход. Конечно, такое будет не всегда. Не всегда будет такая высокая доходность. И не всегда удастся попасть вот в такие монеты. Но если они, например, выходят в IDO на Radium или на каких-то других площадках, если вы видите, что на Binance какая-то новая монета появляется и она попадает в пул ликвидности, то, скорее всего, эту монету в ближайшее время будут ей активно торговать. И сами разработчики монеты будут давать много разных наград. Много не разных, а наград в этой монете за то, что вы предоставляете ликвидность в пул. Поэтому в такие монеты лучше заходить и стейкать их, предоставлять ликвидность. Тогда вы сможете заработать. Также не забывайте про риск менеджмент. Вот сейчас, например, целесообразно было бы мне, например, вывести свои изначально вложенные 150 долларов, для того, чтобы просто выйти в ноль, забрать свое тело, которое я сюда закинул изначально, нажать вот сюда Unstake, забрать 150 долларов. И уже здесь я получаю награду без риска. Вот видите, уже потихонечку начисляются монетки при Анна за то, что у меня здесь есть ликвидность, пока я вам просто записываю это видео. Поэтому находить вот такие проекты, это тоже нелегко. Это такая же, в принципе, работа, как и находить классные монеты для входа в трейдинге. Тут все дело в том, что вам больше нравится. Есть еще много других пулов ликвидности, много других сайтов, на которых можно вкладывать свою ликвидность, получать, вкладывать это еще и сверху этого получать. Но я сейчас не хочу вас загружать этим всем. Вот я вам рассказал про проект Radium, про проект PancakeSwap. Попробуйте поучаствовать и там, и там. На Binance попробуйте поучаствовать, для того, чтобы понять вообще, ну, твое это или нет. Все. Жду лайков, комментариев под видео, понравился такой формат или нет, понятно вообще объяснил. Может, я пытался, опять же, объяснить для новичков, и, возможно, слишком сильно все это разжевывал, что было местами скучно смотреть. Поэтому все отзывы, пожалуйста, прошу в комментариях. Мне будет приятно почитать, даже если это будет критика. И не забудь заглянуть в Telegram канал по ссылке в описании. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. Пока.